У меня новый переводчик появился. Кто из вас знает Алексея? Из нашего дома, из Украины. Мой друг. Он настоял на том, чтобы мы пошли сегодня на пробежку. Его тяжело было догнать. Да, у него ноги такие длинные. И он молодой. Но в общем, мы старались. У нас получилось. Давайте мы вначале помолимся. Давайте поднимемся для молитвы. Отче Небесный, благодарны мы за эту возможность и преимущество собраться вместе. Помоги нам размышлять вместе, как мы можем улучшить свое служение Тебе. Господи, мы хотим прославить Тебя в своей жизни. И мы благодарим Тебя за Твою милость и благодать ради Иисуса. Аминь. Давайте мы повторим, о чем мы говорили с вами на семинаре о лидерстве или руководстве. Для тех, кто здесь присутствует, помните, мы начали наш семинар с такой темы, как высокомерие знания. Опасность того, чтобы стать самоправедными из-за того, что ты больше знаешь. Ну и, конечно, мы отметили, что самая важная черта, которую мы должны обладать, это любовь. Как Павел говорил, что знание надмивает, но любовь созидает. Поэтому, учаясь, приобретая информацию, мы должны сохранять христоподобие или развивать христоподобие. И также мы говорили на первой теме, что когда мы общаемся с людьми, наше поведение демонстрирует Евангелие, в которое мы верим. Потому что все люди созданы по образу Божьему. И Евангелие учит нас тому, что Бог любит каждого человека и ценит каждого. И когда мы общаемся с людьми, нам нужно научиться проявлять эту любовь. Затем мы говорили о решениях. И о тех проблемах, которые возникают при принятии решений. Иногда наш разум подводит нас. Помните, иллюстрация была бейсбольная бита и мячик. Я думаю, что, может быть, некоторые еще так и не поняли. Или, вернее, у них трудности с этим есть. Но это противоположная иллюстрация. Иногда наш мозг подводит нас, делает нас слишком уверенными, самоуверенными. И бывают другие какие-то вещи с нами происходят, которые не дают нам возможность правильное решение принять. Но самая важная часть той темы была что очень важен процесс принятия решений. Конечный результат может быть хорошим или плохим из-за внешних обстоятельств. Но процесс принятия решения мы можем контролировать. И вчера Вчера мы говорили о речи. Насколько важно руководителю уметь пользоваться речью. Только своими словами лидеры могут создавать новое будущее. Концентрируя внимание людей на определенном направлении, они могут это делать. Также мы говорили о важности умения выслушать. Это было ваша работа, да? Чтобы подумать, как вы слушаете людей. И выслушать, это как раз было домашнее задание. Вы обратили внимание, как вы слушаете. Иногда бывает, человек разговаривает с кем-то, смотрит в окно, он никак не может дождаться, когда перестанет говорить. Но для того, чтобы в команде были хорошие отношения, важно уметь выслушать. Ну а сегодня наша тема, как видите, как стать экстраординарным руководителем. Есть опасность большая для руководителей. Опасность заключается в том, что мы довольствуемся тем, чтобы быть хорошим лидером. Это достаточно, ты хороший лидер. Но сегодня мы поговорим о том, как перейти с того уровня, чтобы быть хорошим лидером, на уровень экстраординарного руководителя. Важно понять нам, что руководитель влияет на все сферы деятельности организации. Опять же, это может быть как в служении, так и в бизнесе, в церкви, в любой сфере, где бы мы ни работали, потому что руководитель оказывает влияние на конечный успех этого дела, которым он руководит. Я вчера давал вам определение руководства. Помните это определение? Может, кто-то помнит? Если вы не помните, я не буду вас винить, потому что информации много на самом деле. Руководитель знает, что нужно делать, почему это нужно делать, и где найти ресурсы для осуществления этого. Что нужно сделать, почему это нужно сделать, и затем, где найти ресурсы, как их собрать, чтобы добиться результата. Но когда я прошу вас, чтобы вы описали руководителей, большинство из вас начали называть их черты какие-то. Черты характера. Конечно, черты характера — это важно тоже. Позвольте привести иллюстрацию. Это исследование в области банковских услуг. Предположим, что вот у вас есть руководители, и вы есть шкала измерения руководителей. Вы разбиваете всех руководителей, и у вас, получается, есть 10%, может быть, самых слабых. Ну, такие слабенькие руководители. И затем есть 10% — это самые сильные. Они просто фантастические. Как, например, президент Трамп. Ну, я шучу, конечно. Но вы имеете в виду 10%, кто-то, кто-то, кто-то. 10% — самых лучших. Ну, и вот между теми 10% и этими 10% есть все остальные 80%. Хорошо, как руководители влияют на банки. Это банковская иллюстрация. Те руководители, которые вот там слабенькие такие 10%, их банки теряют где-то 2 миллиона долларов в год. Excuse me, 1.2 миллиона. Нет, вернее, не 2 миллиона, 1 миллион 200 тысяч. Затем вот те, которые 80% посредине. Их банки зарабатывают где-то 2,4 миллиона долларов. То есть довольно большая разница, так или нет? Ну, вы бы хотели каким банком владеть? Банком, который теряет деньги или который зарабатывает деньги? Ну, я надеюсь, что зарабатывает деньги. Но обратите внимание, вот 10% самых лучших лидеров, их банки, у них прибыль где-то 4,5 миллиона долларов. То есть это первая десятка самых лучших руководителей, 10 вернее, процентов. Они оказывают экстраординарное влияние на свою организацию. Ну, большинство из нас не банкиры. Но мы работаем с людьми. И мы все знаем, что для того, чтобы бизнес или служение были эффективными, важно, чтобы команда была хорошая. И в чем трудность заключается, это в том, чтобы члены команды были хорошие, чтобы удержать их в этой команде. Вот это уже другой график. И вот здесь лидеры, значит, 30% это со слабой стороны. Затем 60% это серединка. И 10% это самые лучшие, это первые 10%, самые сильные руководители. Но вы видите, что здесь вот эти столбики все ниже, ниже и ниже. Что это значит? На этом графике представлена текучесть кадров. То есть, текучесть и больше всего где? У менее эффективных лидеров. У самых эффективных лидеров небольшая текучесть. Ну, может быть, вы задаетесь теперь вопросом, а где я тут? Где я в этом графике? Ну, продолжайте слушать дальше внимательно, и я вам объясню. Еще одна иллюстрация. То есть, мы понимаем, что очень важно организовать команду. Но важно также, чтобы наши клиенты, наши покупатели были довольны. И наши клиенты могут быть как в бизнесе, может быть, в магазине, люди приходят, покупают. Наши клиенты могут быть в виде пациентов, которые в санатории приезжают. Ну, и, может быть, мы даже можем так эту иллюстрацию представить, что наши клиенты — это даже те, которые становятся членами нашей церкви. Вот этот график описывает удовлетворенность покупателей или потребителей. То есть, насколько довольны потребители. Ну, опять же, видите, 20% — это самых слабых лидеров. У них довольно низкая удовлетворенность у их клиентов. Затем средняя часть. У них лучше, их покупатели, потребители более удовлетворены. И затем 20% самых удовлетворенных. Вы можете видеть разница, да? Купсер-сатисфакция увеличивается. 82% людей в сервере были удовлетворены под этим типом лидерства. Благодаря хорошему руководству мы видим хорошие результаты и удовлетворенности потребителей. И поэтому вы видите, что руководители оказывают большое влияние. И одна из опасностей, которые нас подстерегают, это довольствоваться тем, что я хороший. То есть, если вы в средней части, здесь это 60%, в другом месте это 80%, то можно чувствовать себя довольно неплохо, так? У меня же все хорошо. Но вы видите, что влияние вот этой группы самых сильных руководителей всегда намного больше. Ну, может быть, вы думаете, ну, нет, но это не для меня, потому что я уже все, я уже выше не вырос. Но Бог ведь хочет, чтобы мы постоянно расшли и развивались, так? И вот здесь у нас есть цитата Духа Пророчества, она говорит о церкви. Второй том «Свидетельств для церкви», 645-я страница. Народ редко поднимается в духовном отношении выше своего служителя. Если пастырь любит мир, это отражается и на овцах его стада. Люди делают его недостатки поводом для того, чтобы оправдывать собственную любовь к миру. Опять, видите, первое предложение говорит о влиянии. Что церковь редко, когда перерастет своего служителя. Это, к сожалению, мы не должны зависеть от служителя, но такова реальность. Но если это происходит в церкви, то будьте уверены, что это происходит в вашем бизнесе и в вашем служении. Поэтому очень важно для нас, когда мы думаем о том, чтобы наши служения развивались и имели успех. И вы приехали на этот съезд ASI Евразии. Я знаю, что здесь красиво, приятно быть. Но я не думаю, что вы сюда в отпуск приехали. Вы приехали, потому что вы заинтересованы в том, чтобы усилить, улучшить ваше служение Богу. То ли вы увеличите продуктивность своего бизнеса. Или служение. Это наш фокус. Как быть более эффективным для Господа. Ради этого мы здесь и собрались. Как мы можем сделать так, чтобы влияние Евангелия было более сильным в этом мире. И когда мы думаем о реформах, то все начинается с лидера. Но, хотя, конечно, хочу сказать слово предупреждение. В организации может быть руководители разного уровня. Может быть главный лидер организации. Но есть и руководители более низкого звена, которые также оказывают большое влияние на организацию. Обратите внимание на эту цитату из 7-го тома «Свидетель для церкви». Здесь говорится о управляющих ресторанах. Я когда-то был управляющим ресторана в Нью-Йорке. Каждый день у нас на обед было где-то от 400 до 600 клиентов. Мы располагали в самом центре Нью-Йорка, недалеко от тех зданий, которые были разрушены в 2001 году. Всемирного торгового центра. Я там познакомился со своей женой. Она была поваром. И я все пытался вдохновить ее вернуться в Нью-Йорк, еще один ресторан открыть, но она отказывала. Потому что работа там была просто в море. А я был управляющим. У нас сотрудников было человек 12. Все были очень заняты, много работали. Затем мы открыли еще два ресторана в Нью-Йорке. И затем в Лос-Анджелесе, в Бостоне, в Париже, в Лондоне. И вот эта цитата всегда для меня очень была дорогой. Но она как раз показывает одну из ролей лидера, руководителя. Управляющим нашими ресторанами следует трудиться для спасения всего персонала. Им не надо работать сверх нормы, ибо в таком случае у них не останется ни силы, ни желания духовно помогать своим сотрудникам. Они должны посвятить все свои силы делу духовного наставления работников, объяснять им Писание и молиться с ними и за них. Управляющие в ресторане, их главная задача это заботиться о своих сотрудниках. Чтобы те имели духовное устремление и чтобы они могли передавать их клиентам. Ну и мы о делегировании будем больше говорить дальше. Но вот здесь видите, что подчеркивается. Что менеджеры и управляющие должны понимать свою роль. И чтобы их жизнь была сбалансированной, чтобы они хранили свое здоровье, для того, чтобы они могли оказывать большее духовное влияние. И как я уже раньше говорил, что есть большая опасность в том, чтобы довольствоваться довольствоваться посредственными результатами. Бог хочет, чтобы мы развивали свои лидерские способности. Вот еще одна цитата из журнала «Знамени времени». Бог предусмотрел, чтобы человек постоянно совершенствовался. Ежедневно достигая новых высот мастерства. То есть Божий план для нас это постоянно расти. У меня есть проповедь одна о руководителях. И о опасностях, которые подстерегают руководители. Конечно, у руководителей бывают искушения, всевозможные искушения, включая и сексуального характера. Но одно из искушений — это выйти на какой-то один вот такой уровень и не идти дальше. То есть я достиг, и я могу просто вот на этом уровне продолжать работать. А Бог хочет, чтобы мы постоянно росли. Чтобы мы постоянно совершенствовались. Из книги «Советы по здоровому образу жизни», 101-я страница. Эллен Уайт говорит, что саморазвитие — это наша первая обязанность перед Богом и людьми. Почему люди отказываются расти? Почему мы любим эту зону комфорта? Как вы думаете? Лезинес? Лень. Хорошо. У меня тут есть список. Лезинес? Я хочу сравнить его с тем, что вы думаете. Секуритор. Безопасность. Мы вчера говорили о реформах. Иногда реформы кажутся нам опасными. То есть безопасность в таком плане. Хорошо, что еще? Комфорт. Комфорт. Мы зашли в зону комфорта. Нам нравится там. Феars. Феars. Страхи. What kind of fears? Хорошо, какие страхи? Мы боимся. Мы боимся. Чего мы боимся? That we will fail. Мы боимся, что мы начнем делать, и у нас не выйдет. That is a... What's wrong with comfort? Понятно. Yes, yes, you need to grow all the time, but what's wrong with being comfortable? Хорошо, держите этот вопрос. Let's talk about fear or failure first. Давайте мы сначала обговорим о страх перед неудачей. You know, we become very used to doing things the way we do them. Мы привыкаем что-то делать по старинке уже. And if we fail... И если мы терпим неудачу... What does that mean? Что это значит для нас? So we've made a mistake. Okay, yes, we made a mistake. Making a mistake is not a big deal. So why are we afraid of failure? Хорошо, а что мы боимся неудач? А? Our image goes down. Да, наш image теряет. Помните, мы вчера говорили об оценке, о мнениях. And we think, okay, well, I have this view of myself. То есть я себе как-то себя представляю. And if I fail... И если я потерплю неудачу... What happens to my view? То что будет с этим моим представлением? Now, again, we need to realize... Нам нужно понять... That we all have areas in which we do well at... Что у нас есть сильные стороны... And then areas that we don't... И у нас есть слабые стороны. So for an educational purpose... Ну, просто так, ради образования... And this will connect to the comfort question... И это будет касаться как раз вопроса о том, что плохого в зоне комфорта. For education, about six weeks ago, seven weeks ago... I started playing the piano. Я начал играть на пианино. I asked a friend of mine for some books. Я попросил какие-то учебники. He gave me some piano books. Знакомого мне дали эти учебники. And I'm teaching myself how to play the piano. Это самоучители. И я учусь играть на пианино. Это очень некомфортно. Но по-другому не научишься. Для того, чтобы эта рука научилась работать с этой рукой. После этого урока мне казалось, что у меня мозг просто разрывается на части. Но что происходит со мной? Я учусь. A little bit. Чуть-чуть хотя бы. But I know all the notes on the left hand. Я уже выучил все ноты левой рукой. And I can plunk away at something. И я уже что-то могу бряцать. But that only happens when we become uncomfortable. Но это возможно только когда мы выходим из зоны комфорта. Comfort is good for us. Комфорт — это хорошо для нас. I like sleeping in a comfortable bed. But as leaders, we form certain habits. Но как руководители мы формируем определенные привычки. And we do things a certain way. Because it's comfortable. Потому что это нам комфортно. And then it fits our view of things. И затем это еще подходит под наше мировоззрение. One of the things I do with leaders, when I'm coaching them, is to ask them to try to develop a new habit. Я призываю их какую-то новую привычку сформировать в своей жизни. Что-то, чтобы их чуть-чуть растянуть. Потому что если вы попробуете что-то новенькое в какой-то сфере своей жизни, и это повлияет на другие сферы вашей жизни. Итак, мы рассматриваем с вами причины, почему люди отказываются расти. Here's another list as well. In addition to what you shared, под список, в дополнение к тому, что вы сказали. It's easy for us to blame people that perform poorly. Нам легко винить плохих исполнителей. That we can make like a scapegoat. Well, this is their fault. Они, знаете, как тот козел отпущения. So that's... Они виноваты. Плохие подчиненные у меня. That's one reason we refuse to grow. Leaders refuse to grow. Это одна из причин, почему руководители сами не хотят расти. But the second reason is very important. И вторая причина. When leaders are assessed by questionnaires or by interviews, когда делают опрос руководителей с помощью каких-то анкет или собеседований, we generally are comfortable, we're happy if somebody's in the top 60-70%. We like that. Мы, в принципе, не против. Нам нравится, если мы оказываемся где-то в верхних вот этих 60-70%. So then we focus our attention on those leaders that are at the lower level that are performing poorly. Вот. И тогда уже все внимание обращается на тех слабых руководителях, тех 30-40%. Мы сравниваем себя со среднестатистическими данными. И мы недопонимаем, какое влияние может иметь экстраординарный руководитель. Нам кажется, что это очень редкое явление быть выдающимся или экстраординарным лидером. И на самом деле выдающихся лидеров не так много, но так не должно быть. Вчера, когда мы с вами встречались... Вы высказывали характеристики лидеров. И я хочу сейчас проговорить вот эти составляющие лидерства. Если вы можете себе представить, какое-то большое вот такое покрывало. Или навес такой, который на четырех столбах крепится. Представьте себе, вот это здание, если бы не было стен, только четыре столба. А вот вместо крыши у нас полотно какое-то. И на каждом углу четыре столба, которые держат это полотно. Вот, давайте возьмем вот эту иллюстрацию, как составляющая лидерства. Характер — это вот это покрывало. Да, характер, особенно духовная составляющая характера, это как это покрывало. Но затем еще есть четыре столба. Давайте я их прочитаю, и потом мы их обсудим. Первый столб — это личные способности. Что такое личные способности? Это навыки человека, какие-то профессиональные навыки, знания, которыми человек обладает. Может быть, какие-то технические знания в какой-то области. Но они необходимы руководителю для выполнения задач. Затем следующий столб — это способность концентрироваться на результате. И опять же, руководители знают, что нужно сделать, почему это нужно сделать, и как это сделать. И способность концентрироваться на результате — это еще один столб. Следующий столб — это коммуникабельность. Как лидер общается с людьми. И последний столб — это способность внедрять реформы в организацию. Вот из всего этого у нас есть тент, покрывало и четыре столба. Что, можно сказать, самое важное или более важное? Но если бы вы выбирали только одно, то что бы вы выбрали? Характер. 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 Ну, то есть, зарабатывать не надо. И результаты тоже не нужны. Способности. Способности. То есть, компетенция. Обычно мы уделяем внимание какому-то одному аспекту, например, характеру. Но интересен тот факт, Если бы я вам дал... Ну, знаете, вот такие бумажки есть... Стикеры, да? Стикеры. И попросил бы вас на этой бумажке написать имя руководителя, которого вы очень уважаете. И попросил бы вас записать, за что, три причины, почему вы уважаете этого руководителя. То от 70 до 90% ответов Были бы либо за характер, либо за коммуникабельность, то есть умение строить отношения с людьми. Вот вспомните, вот какого руководителя вы очень уважаете. И подумайте, за что вы уважаете. Две, три, там, четыре черты. Можете вспомнить и за другие черты. Вот, но, скорее всего, большинство из вас скажет характер и коммуникабельность. Но в определенных исследованиях обнаружили, что лидеры, которые дают верхние 25% результатов, А их личная компетенция, их личные способности где-то в нижних 25%. Их обычно не считают великими лидерами. То есть у них результаты хорошие. Но люди понимают, что у них нет компетенций. Их не считают хорошими руководителями. Или же, если у человека есть компетенция в технических вопросах, Но результаты у них слабенькие, Они тоже не считаются великими лидерами. Но если у них личные способности И результаты высокие, То вот таких людей считают великими лидерами. Хорошо, где вы находитесь в этом всем? Я не знаю. Но я могу вам помочь разобраться. Я приготовил анкету. И если вы сосканируете этот QR-код, Или перейдете по ссылочке над ним, Вы сможете перейти к этой анкете. Но не делайте это сейчас. Не делайте это сейчас. Зачем нужна эта анкета? Вы можете оценить себя. И если вы руководитель, Попросите свою команду оценить вас. А затем пришлите мне Для подсчета бала вашего. Понятно? Ну, конечно, если каждый из вас пришлет, То для меня это будет слишком много. Но если вы руководитель, Руководитель в служении. И я буду отдавать предпочтение Руководителям в служении. Но даже если вы лидер Или руководитель в бизнесе Или в церкви, И вы хотите получить обратную связь, То возьмите себе Заполните эту анкету. Там всего 16 вопросов. Не так много. Вы можете попросить свою команду оценить вас. И из 16 способностей руководителя Вы можете узнать, Какие есть у вас И где вы вот находитесь На шкале руководства. И я заметил, что я еще одну вещь упустил. Это мой имейл адрес, Чтобы вы могли выслать мне. Но я вам чуть позже дам его. Поэтому не проходите анкету сейчас, Я вас только прошу. Продолжим. Еще как лидер может Или руководитель стать выдающимся, Это когда организация, В которой он работает, И их личная страсть жизни, А также их личные навыки Хорошо сходятся вместе. Бывает так, что люди очень способны И очень целеустремленны. Но как-то в организацию они не вписываются. Такое бывает везде. Пастор приходит в общину. Или человек начинает заниматься бизнесом. Или же организовывает служение. И кажется, ну человек мучается там, Не растет. Но как-то там не вписывается он В этот пейзаж. Но если можно достичь такого состояния, Когда ваша личная страсть жизни И организация, в которой вы работаете, И ваши навыки все сходятся воедино, То тогда вы достигаете максимальной эффективности. И прекрасно, когда это случается в жизни. Когда мы чувствуем, что мои навыки, И работа, которую я совершаю, И радость, которую я получаю от этого, Все сходится воедино. Вот здесь человек тогда раскрывается максимально. Из книги «Воспитание» прочитаю цитату. Многие не добились того, Чего могли достичь, Потому что не использовали свои способности, И не полагались на божественную силу. А другие уклонились с пути, На котором они могли бы добиться Самого настоящего успеха. Это глава «Дела всей жизни» из книги «Воспитание». Это очень интересный раздел. Она говорит о том, Как мы все имеем разные сильные стороны. Некоторые растут подобно кедру, А другие подобно розе. И важно понять наши способности, И к чему Бог нас призывает. Но здесь она говорит, Что многие люди Не достигли раскрытия Своего потенциала полностью. Почему? Потому что не приложили сил для этого. Дальше она продолжает. Но есть и такие, Которые могли бы занимать Ответственные посты по призванию, Но из-за недостатка энергии, Энтузиазма или настойчивости Удовлетворяются Менее ответственным положениям. Я не всю цитату здесь представил. Но там она говорит, Что есть люди, Которые должны быть механиками, Например. Но они хотят стать служителями. Но они не готовы к этому. С другой стороны, Люди могут оказывать Большое влияние. Но у них нет энергии, Энтузиазма, Они не проявляют, Чтобы расти. Приведу иллюстрацию. Приведу иллюстрацию из футбола. Ну, в конце концов, Мы же в Сочи с вами. Я даже не знал, Что многие из вас не знали, Что здесь чемпионат мира был. Когда я приеду домой И расскажу своим друзьям, Они будут чесать голову. Хорошо, иллюстрация из футбола. Если вы были тренером, И вы тренировали команду, Ну, в команде, вы знаете, Есть определенное количество игроков. Некоторые не вписываются в команду. Ну, предположим, Что у вас подростковая команда. И один из техники говорит, Ну, почему я не выбрал? И один из подростков Претензии вам предъявляет. А что меня не выбрали В основной состав? И тренер говорит, Что ты понимаешь, Нет у тебя каких-то таких способностей. Ты не проявил себя как-то так, Чтобы взять тебя в основной состав. Продолжай тренироваться, Может быть, в следующем году попадешь. Ну, тренер мог бы сказать это. Но давайте чуть-чуть изменим иллюстрацию. Предположим, что тот же молодой человек Ну, так, посредственно играет. Но только вот хорошо у них получается В нападении играть. Ну, то есть, в основном, Ну, посредственно человек играет. Технические там его способности. Но есть одна у него черта, Которая все-таки выделяется. Как вы думаете, Возьмут человека в команду? Yes. То есть, все остальное, Как у всех, у всех. Но одна черта есть, Вот где они превосходят. Для нас, как руководители, Это важно понимать. Слишком часто, Когда мы вот говорим, Или мы говорим о росте, О росте нас, как лидеров, Или нашей команды, Мы концентрируемся на слабостях А не на сильных сторонах. То есть, вот этот паренек, Который не попал в основной состав, Если бы тренер сказал, Слушай, учись играть в нападении Вот в этом году. И, может быть, в следующем году Ты попадешь в команду, В основной состав. То есть, если бы сконцентрироваться На сильной черте, Это очень важно для руководителей. Когда мы развиваем сильные стороны, То тогда наша общая эффективность растет. Когда есть несколько сильных черт, То это, конечно, Выделяет вас, Ну и руководитель тоже, Если он умеет замечать Эти сильные стороны, То он тоже растет. Давайте я расскажу О эффекте сияния Или галоэффекте. Halo? Что такое сияние вот это? Или гала называют его? Ну, это как у нас вот эти вот, Знаете, бывает, Нимбы рисуют у святых. Sometimes saints are Yes, right. Saints have a, you know, That thing around the head, right? Нимб. Да, давайте нимб его назовем, А не сияние просто. Да, это эффект нимба. Что это значит? The halo effect is a very demonstrable impact on people. Это хорошая иллюстрация для иллюстрирования влияния на людей. That if a person is good in a certain area, Если человек имеет способности в какой-то сфере, We tend to think they are very good in many other areas. То мы сразу же автоматически думаем, Что он и в других сферах тоже силен. То есть, это хороший бизнесмен. Мы думаем, А, значит, он и здесь тоже хорошо. Или это хороший пастор. И потом, о, все, хороший пастор, значит, будет хороший администратор. Не обязательно так. Но так мы думаем. Если у человека есть какие-то позитивные черты характера, То мы склонны думать о том, Что у него вообще со всех сторон все очень сильно. И то же самое бывает и с негативной стороны. Если у человека есть какая-то сильная отрицательная черта, То тогда о нем начинают думать о том, Что он во всем слаб. Это одна из причин, Почему необходимо строить насилие. Если есть какие-то сильные черты в руководстве, Это будет помогать подтягивать все остальные сильные стороны у других. Вот, кстати говоря, мой э-мейл адрес. Я вставил этот слайд и забыл удалить тот. Итак, если вы руководитель, и у вас есть команда, Возьмите себе эту анкетку, заполните и пришлите мне. Но и напишите имя свое на английском, чтобы я хотя бы понимал, как ваше имя читается. И я рад вам помочь в этом. Итак, продолжим. Кроме того, что нужно строить насилие, Очень важно также Что бы большие недостатки, и я называю их фатальными недостатками. То есть, те вот способности, которые там в нижних десяти процентах, Что бы они развивались, то есть, чтобы эти слабые звенья укреплялись. So, for example, if I'm in the area, let's take technical competencies. Ну, предположим, возьмем какую-то техническую компетентность. Если вы массажист, Важно, чтобы вы умели хорошо делать массажи. И, может быть, технически вы подкованы, вы хорошо делаете массажи. Вы знаете, какие движения делаете при массаже. Но ваша коммуникабельность с человеком Может быть, там вот в нижних десяти процентах. Это фатальная ошибка. И вы должны работать над этим, Чтобы ваша всеобщая эффективность росла. Как это делать? Прежде всего, нам нужно выяснить, где у нас сильные, а где слабые черты. Как это сделать? Но нам нужно просить об обратной связи. Если я массажист, Может быть, я могу какую-то анкетку в конце дать человеку. Может быть, я могу своего начальника спросить, Как я справляюсь. Я могу какого-то близкого человека попросить Поприсутствовать на процедуре И посмотреть, как я справляюсь. То есть, нам нужно оценить свои слабые и сильные черты. И выяснить, какой недостаток является самым большим и значимым. И затем нам необходимо проработать план, Как исправить этот недостаток. Да, вот здесь как раз начинается зона дискомфорта. Даже попросить кого-то оценить нас Это значит открыться, это показать свои слабости. Но вот такая открытость к своим слабостям Это важная черта руководителя. Потому что, когда мы открыты, Когда мы уязвимы, Мы для людей тогда выглядим более человечными, Более реальными людьми. Это очень важно. Это очень важно для нашего роста И в служении, и в бизнесе, и в руководстве. И затем нам необходимо продумать, Какой-то план придумать, Как мы будем с этим недостатком бороться. Может быть, даже проконсультироваться с кем-то, Как это можно исправить. Давайте еще расскажу, какие будут фатальные недостатки. Это реальные недостатки, которые Сведут на нет вашу способность быть руководителем. И то, о чем я говорю, Это все результаты научных исследований, И я просто говорю уже о выводах. Потому что проводились опросы, И руководители, И членов команд по всему миру. Итак, вот это очень важные сферы. Первое, это когда лидер не может вдохновить. Он не может передать виденье, Он не заражает энтузиазмом. И поэтому нужно подумать, Как мне это развивать. Следующее очень важно. Это когда руководители удовлетворяются Посредственной работой. У нас вчера не было времени, Чтобы развить эту тему. Но когда вы учитесь делать просьбы правильно, То это открывает двери возможностей Для того, чтобы затем спросить с людей. И спрашивать с людей, То есть, чтобы они несли ответственность, Это влияет на результаты напрямую. Следующее, это недостаток воплощения виденья В практическую работу. То есть, организация как-то так шатает ее, То влево, то вправо. Следующее. Следующее. Наверное, это самый важный недостаток, Который руководитель может иметь. Это когда команда перестает доверять руководителю. Мы, наверное, все бывали в таких обстоятельствах, Когда мы не доверяли нашим политическим лидерам, Но в церкви, или в служении, или в бизнесе, Когда руководитель теряет доверие коллектива, То за этим последует эффект домино. Мы можем, знаете, мы можем спорить с человеком, Которому мы доверяем. И тяжело эффективно дискутировать, Ну, или можно назвать это конфликтовать с руководителем, Если ты ему не доверяешь. А если у нас нет хороших конструктивных конфликтов, То есть, диспутов таких, знаете, Когда мы можем поговорить откровенно. То очень тяжело нам тогда ожидать от команды посвященности. И если люди не посвящены, То они не будут нести ответственность. И вы тогда не достигнете результатов, которые вы хотите видеть. А в основе проблемы Потеря доверия. Еще один недостаток, это когда человек некомандный игрок. И еще несколько недостатков. Когда человек не живет так, как говорит или учит. То есть, когда он не является примером для подражания. Есть два автора, которые написали книгу о руководителях. И они выделили там пять черт хорошего руководителя. И одна из пяти черт, это постоянство в том, что человек как говорит, так и живет. Затем следующее, когда он не учится, не хочет учиться. Когда ему недостает коммуникации. Когда он сопротивляется новым идеям. И концентрируется на себе. Это фатальные ошибки, которые не дадут вам стать выдающимся лидером. Хорошо, вопрос к вам. А каким руководителем вы хотите быть? Кто хочет в верхние десятки? В нижние. В нижние. Это я подвел вас. Ты должен слушать, а не себе придумывать там что-то. Хорошо, никто не хочет быть в нижней десяти процентов. А кто хочет войти в верхние двадцать пять процентов? Хорошо. А в верхнюю десятку? Вы знаете, это надо поработать хорошо, чтобы в верхнюю десятку. Но по Божьей благодати, когда мы покоряем свою волю Ему, это возможно. Это просто означает, что когда вы будете оценивать свое урокоподство, и другие будут оценивать вас, они смогут признать, что вы действительно выдающийся. Итак, в стремлении к мастерству, что нужно делать? В книге «Путь ко Христу», на странице 47, по крайней мере в английском, Эллен Уайт говорит, «Все зависит от направления вашей воли». Воля — это сила выбора. Мы можем принять решение «Расти в наших способностях лидерских». Мы можем сегодня принять решение «Я хочу взращивать свои способности как руководитель». Это основа. Как это делать? Нужно развивать характер, приобретать новые навыки, компетенцию, узнать свои сильные стороны, узнать наши слабости, продолжать учиться и продолжать расти. И я буду молиться о том, чтобы кто-то из присутствующих был мотивирован, чтобы развивать свои лидерские способности, но хоть еще немножко. Чтобы научиться чему-то новому, чтобы рискнуть сделать ошибки, чтобы понять, что ошибки еще не характеризуют вас, как личность. Мой сын, у меня двое сыновей, и еще дочка есть. Моя дочь сейчас беременна, ожидает первого ребенка. Ну и для нас это, конечно, очень радостно. Спасибо, спасибо за поддержку. У моего сына уже есть две дочки. Семь и пять. Они очень хорошие девочки. Я просто не люблю езжать из дома, прощаться с ними. И мой сын с женой, они еще усыновили двух ребят. И одному один год, а второму, ну тоже где-то так, двенадцать-тринадцать месяцев. То есть два маленьких малыша. Маленьких малыша. Как вам нравится? И перед отъездом, они начали ходить. А это же самое интересное. Они встают, старший начал первым ходить, затем младший на него посмотрел, говорит, ой, мне тоже надо. И он начал ходить, и затем он хлопнул в ладоши, и упал. И затем опять хлопнул, и опять упал. Но он все еще счастлив. Почему? Он учится ходить. И когда вы учитесь ходить, вы падаете. Почему мы думаем, что мы можем без ошибок прожить? Мой внук маленький, он считает, что это самое лучшее, что в мире может быть упасть. Потому что он пытается вставать и ходить. А мы, видите, с вами устарели уже. Некоторые устарели больше, чем другие. Но мы должны быть готовы к тому, чтобы пробовать новое. Формировать новые привычки. И быть готовыми совершать ошибки. Потому что так растут, на ошибках учатся. Поэтому я надеюсь, что вы, каждый из вас, или хотя бы некоторые, которые приняли решение сегодня стать выдающимися лидерами. Вы это решение приняли. Итак, это моя первая тема. Но, так как мы должны закончить 12, то я уже не буду вторую тему брать. Мы помолимся сейчас. И затем я вам дам микрофон. Давайте склонимся для молитвы. Склонимся для молитвы, да. Кто может? Отче Небесный, мы благодарны за то, что Ты создал нас со способностями расти и развиваться вечно. Господи, помоги нам принять эту идею постоянного роста, постоянного созревания. Чтобы мы могли становиться все более эффективными в Твоем служении. Прости нам, Господи, за то, что в прошлом мы довольствовались достигнутым. И как Павел говорил, Помоги нам, забывая заднее, стремиться вперед, достигая Вышнего звания во Христе Иисусе. Ради Его имени мы молим. Аминь.